Девушки отдыхают Куда бы он ни приехал, куда бы он ни отправился, он всегда обязательно поедет на железной дороге. И как-то раз однажды волею судьбы он решил прокатиться на Будапештской узкоколейной железной дороге. Она находилась очень далеко от города и пролегала по очень живописным местам. Однако буквально недавно там произошел очень трагический случай. Машинист одного из поездов вышел из него посреди пути и исчез. Причем исчез абсолютно бесследно и никто не знал ни где он, ни что с ним. Но моего друга это не особо-то останавливало. Он не верил во всякие эти байки. И вот, наконец-то дождавшись поезда, он сел в него и поехал по живописным местам. Поначалу все шло очень даже хорошо. Поезд проносился по горам, мимо деревьев. А мой друг смотрел на пейзажи. Однако вскоре, когда поезд остановился на одной станции, из него вышли люди. И, как итог, мой друг в вагоне остался абсолютно один. Не было абсолютно никого. Для друга это была целая идиллия, о которой он мог только мечтать. Один. На целый вагон. И проносится по таким красивым местам. Однако вскоре ему начало казаться, что он здесь явно не один. Неожиданно чувство тревоги стало его постепенно охватывать. Он начал искать. Есть ли кто-нибудь в этом вагоне еще, кроме него? Но нет. Он был один-единственный. А вокруг только девственная природа венгерских лесов. Более того, поезд пронесся мимо одной из станций, на которой были люди. Хотя это не было запланировано. Тут уже моего друга охватила настоящая паника. Он не знал, что делать. Тут он слышал, что сзади кто-то есть. Выглянул в окно и увидел. После этого он помнил только темноту. Проснувшись на ближайшей станции, он выскочил из поезда и сел во встречный. А этот поезд, на котором он ехал, отправился дальше. И как оказалось, мой друг правильно сделал, что покинул этот поезд. Поскольку на следующую станцию он приехал уже без вагона. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...